Здравствуйте! В эфире День города. Информационная программа о Могилёве и её жителях сегодня в нашем выпуске. Итоги выборов депутатов. Реконструкция Пушкинского моста близится к завершению. Могилёвский Днепур одержал очередную победу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заместитель гендиректора Могилёв Химволокно и Анатолий Хищенко, заместитель председателя Либерально-демократической партии. Отметим, по данным Центральной комиссии, Могилёвская область набрала наиболее высокий показатель явки избирателей – почти 81%. Долгожданный детский сад с бассейна в микрорайоне Казимировка начнут строить в текущем году. Об этом сегодня на прошедшей планерке сообщил председатель Могилёвского госполкома Владимир Цумарев. Окончательное решение о сумме, выделенной на строительство, будет принято на ближайшие сессии Городского совета депутатов. На данный момент готова проектно-сметанная документация. Как только она пройдет экспертизу, генподрядчик перейдет к активной стадии строительства. Детский сад будет рассчитан на 240 мест. Два автомобиля горели выходные в Могилёве. Первое сообщение о пожаре поступило в МЧС 9 сентября. По прибытии к месту вызова спасателей по бульвару Днепровского горел Рено 91 года. В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность топливной системы. Второй автомобиль марки «Форд Эскорт» 96 года сгорел 10 сентября в гараже, расположенном по улице Симонова. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ. Реконструкцию Пушкинского моста в Могилёве завершат к началу ноября. Планами поделился председатель Могилёвского госполкома Владимир Цумарев, сообщает Белта. Сейчас осуществляется подсыпка и асфальтирование дорожного полотна, обустройство пешеходных дорожек. А через несколько дней строители приступят к асфальтированию левой части Пушкинского моста и подъездных путей к нему. Активно ведутся работы и по обустройству подземного перехода, который соединит улицы Челюскинцев и Гражданскую. Здесь будет создана безбарьерная среда, а украсит подземный переход старинные фото и гравюры Могилёва. Владимир Цумарев отметил, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность транспортной развязки на 30%, значительно улучшит экологическую ситуацию в центре города, а также обеспечит комфорт для всех участников дорожного движения, включая велосипедистов и пешеходов. Мы поинтересовались у могилевчан, какие еще, на взгляд, важные объекты необходимо реконструировать в городе. Что-нибудь культурное. Год культуры. Вот должны что-то или памятники, или какое-то там что-то обновить. Я даже не скажу, но я думаю, вот юбилейный, который связывает мост, вот этот надо на ремонт. Дороги поделали лучше. А вот где? Да везде. Здесь, куда не поедешь, везде дороги поделали. На Казимировку дорога тоже. Она как бы частично обновилась, в самой Казимировке дороги еще не обновились. Чтобы парк имени Горького начал все-таки свою работу, был задействован не только церкви, которая там стоит, а чтобы можно было туда внуков водить, молодежь, чтобы чаще там тусовалась. Ну, в общем, конечно, жизнь у нас уже крашена, Ширининская прекрасно выглядит. Долго пионерскую ремонтируют почему-то. Скорее бы закончили. Этот мост, который ведет на юбилейный, тоже подшатывается. Может он? Мост необходим. Ну, вот то, что делается у нас со снесением, с реконструкцией в исторической части, это полный беспредел. Дороги пускай делают хорошие, а мосты выдержат и эти еще. А вот дороги наша местная власть не смотрит абсолютно. Могилевский футбольный клуб «Днепр» на домашнем стадионе переиграл звезду БГУ со счетом 4-0 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге. Победные очки принес команде Мурат Хотов, забив два мяча, и по одному разу ворота соперника поразили Денис Левицкий и Павел Бардуков. Очередной победой отметилась и команда молодежного состава Днепра 99-го года рождения, одержав третью победу подряд в рамках юношеского первенства. На сегодня это все. Уважаемые могилевчане, ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособакатв2.бай. Все выпуски программы «День города» доступны на нашем сайте официальной группе ВКонтакте и на канале YouTube. Не оставайтесь равнодушными, любите свой город!